Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я вам расскажу про неадекватного пользователя Xbox. Я когда записывал видеоролик о том, как я устраивался в магазин видеоигр, попросил вас написать гоу ситуации, если вы хотите видео о неадекватных пользователях. Комментариев набралось достаточно, поэтому истории все-таки быть. И как всегда перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого не сделали, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо. Если что, та история, которую я вам расскажу, она не единична и когда ты ведешь деятельность на ютубе, такое встречается, к сожалению, часто. И с каждым повторным таким случаем тот или иной контент-мейкер, скорее всего, либо закрывает ЛС, либо не отвечает абсолютно всем. И чтобы такие ситуации обойти, многие просто игнорируют, поскольку такие вот ситуации тратят очень много времени, да и не в принципе бессмысленны. Начну с того, что в мире много всяких хороших, плохих людей, но, к сожалению, иногда я просто не понимаю, как мысли человек, ведь бывает такое, что он пишет полную ересь и убежден в том, что он прав. Свою деятельность на ютубе и вообще ведем мы сообщество довольно-таки давно и всяких неадекватов нам попадалось крайне много. Но вот почему-то некоторые запомнились больше всего. Как вы все знаете, я человек добрый, простой и на мой взгляд это немножко минус, поскольку иногда доброта не ценится, воспринимается как слабость и этим начинает пользоваться. Но самое главное то, что ведя свою деятельность на различных соцплощадках, я никому ничего плохого не сделал, вообще никому. Просто делаю, что мне нравится и все. Но при всем при этом, почему-то все равно находятся люди, которые желают мне зла, хотят как-то обидеть, оскорбить и так далее. Я не воспринимаю это близко к сердцу, поскольку когда я уже начал активно заниматься ютубом, я понял самое главное. Понравиться абсолютно всем, ну просто нереально. И как бы для соцсетей это является нормой, когда кто-то кого-то обсирает, ну типа прикол такой. Еще помимо простого введения канала, я отвечал в ЛС людям на ту или иную проблему, связанную с иксбоксом. Но если вдруг у кого-то там случилась какая-то проблема с иксбоксом, я знаю на нее ответ, я помогал. В последнее время я начал это делать намного реже, поскольку таких вот неадекватных ситуаций становится все больше. И тем людям, которым я помогал, в большей степени они не отвечают мне взаимностью. Если вдруг я решу проблему и напишу, типа чувак, ну если я тебе помог, то подпишись на группу ВКонтакте, то скорее всего этот человек мне больше не ответит после получения ответа. Типа пошел нахер, чего бы я подписывался на твою группу, хотя я ему уделил время и подсказал решение проблемы. На самом деле, иногда после таких ситуаций реально падает желание кому-либо помогать по проблемам иксбокса. Поскольку многие люди из сети, они не ценят труд и не ценят того, что им уделяет время, то, что им подсказывают, им расписывают проблемы, находят вариант решения. Если мой труд вообще не ценят, то почему я должен кому-то за так помогать? Существует официальная поддержка, звоните туда, они как бы за это деньги получают, а я вообще ничего с этого не получаю, поэтому это как бы не моя обязанность. Тем людям, которые мне уже писали и которых я знаю, я помогаю без проблем. Поскольку я уже знаю, что он активно смотрит канал, да ставит элементарнейшие лайки, и от него хотя бы будет простое человеческое спасибо. В общем, о неадеквате. Как-то раз мне пишет парниша, не буду озвучивать его имя, фамилию, показывать его страницу ВКонтакте, ну потому что считаю, что это бессмысленно. И если что, самый прикол будет в конце истории, и он в принципе объясняет, почему такая ситуация вообще произошла. Поэтому смотрите до конца. И она очень тесно связана с консолью Xbox. Просыпаюсь я как-то раз в 7 часов утра, и под каким-то постом мне пишут. Чмо? Повторяюсь, это было 7 часов утра. Я думаю, ну кому это надо? Сначала я подумал, что это очередной школьник, которому нечем заняться. Не в обиду сейчас школьникам, поскольку люди малого возраста, это хотя бы простительно. И кстати, в моем опыте дофига школьников, которые ведут себя адекватнее, чем взрослые. Поэтому как бы я не стесняюсь их брать на те же сходки, как бы все равно от человека зависит. В общем, перехожу я на страницу данного персонажа и вижу мужика. Просто мужика, которому явно больше 25 лет. То есть это уже состоявшаяся личность, он мыслит, где-то работает, ну как-то живет. Я прекрасно понимаю, что в этой ситуации разумнее было пройти мимо. Но мне было крайне интересно посмотреть, как человек выйдет из ситуации, ведь когда ты кого-то оскорбляешь, на это должна быть хотя бы причина. Я ему пишу, лол, ну либо ты быдло, либо ты самоутверждаешься, ведь никто другой не будет этого писать. Он отвечает, типа, что это за слово лол, откуда ты его взял, чё? Я ему, ну окей, если как бы у него проблемы с головой, то я таких не трогаю, как бы, ну всякое бывает. Далее он мне отдает пояснение, что как бы комментарии открыты, они созданы для того, чтобы люди высказывали свое мнение, как бы своим сообщением он высказал мнение обо мне. И я ему отвечаю, раз комментарии открыты, то напиши мне под каждым постом это, как бы мне лишний трафик не помешает, и как бы, и ты хочешь высказаться. Далее он мне пишет, что он не может найти слово лол, что это вообще такое за слово, где мы его понабрались и так далее. Но за то слово чмо он прекрасно знает и офигенно выучил, прям красавец. И я ему пишу, чтобы он не закапывал себя дальше, поскольку это происходит утром, в 7 часов утра. Но самое главное, это происходило без причин, ну, как я и думал. Ну и как бы, если кто-то хочет высказаться обо мне, ну пусть пишет мне в ЛС или скажет лично, ну, почему бы нет. Плюс я его сразу предупредил, что об этом запишу видос, поскольку, ну, это неадекватно. На что он ответил, что мои видосы никто не смотрит. Кстати, если вы вдруг тоже не смотрите мои видосы, то напишите в комментариях, что вы не смотрите мои видосы. Спасибо. Но, кстати, видосы он все-таки побоялся, поскольку сразу же меня кинул в ЧС и сменил аватарку. Ай-яй-яй. Потом же он показывает свое доминирование, что вот он такой орел, а я вот такой глупый, что я вообще не обратил на него внимание, хотя, что он добивался тогда. И как бы, если бы чел ничего не написал, то, в принципе, ситуации бы и не было. А так он тратит и свое, и мое время. Да, как бы, я согласен, что я сам трачу свое время, но все же. И вдруг он мне начинает объяснять, что я оказывается наебывая на рот, говоря всем, что Xbox клевая консоль. Я даже этот коммент зачту. Видос попадут? Ты пилишь видосы про Xbox, братец, проснись. Он с момента, как Microsoft хуй забили на российского потребителя, стал нахер никому не нужен. Раньше ты не особо популярен был, но хуй с ним, 360-ый черкануть можно было, а теперь и подавно. А ты, блядь, чумошник своих, сука, в видосах рассказываешь, как он, блядь, охуенный. Народ наебываешь. И тут я просто закатываю вот так вот глаза от тупости человека. Сейчас, погодите, суть не в его комментах, а в личной переписке. Потом он пишет, что Xbox все-таки охуенный, но не в России. Я ему говорю, что я реально в шоке от того, как мыслит человек в 26 лет. И тут я вспоминаю, что этот человек мне когда-то писал. Я ему сразу же пишу, чел, а это не ты ли тот человек, который просил меня о помощи и смотрит мои видео? И он мне отвечает, что на плохие высказывания я отвечаю, а на нормальные вопросы нет. И, собственно, поэтому я вот такой вот хреновый. И теперь самое интересное, что же он мне такого писал? Привет, слушай, смотрю нет-нет твои ролики. Капец, проблема, Xbox One S. Через Аргентину хотел купить Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. Там скидка сейчас на 39 песо, на наши что-то там 58 рублей. Кстати, акцентирую ваше внимание на 58 рублях. Так вот, в итоге покупка не удалась, мол, там что-то с регионами и так далее. А вот деньги все равно сняли, как так? Что делать-то? Джамбо, помоги. Я ему сразу отвечаю, чтобы звонил в поддержку, поскольку все то, что касается денег, это вопрос не ко мне. Вы все-таки платите к Майкрософту, и я вам деньги не верну, вы не мне платите. Он мне спрашивает, а как ему объяснить? Я говорю, ну так и объяснить, поскольку другого варианта я не вижу, раз он хочет вернуть свои 58 рублей. 58! Тут он уточняет про бан, спрашивает, почему не срослось с покупкой. Я ему объясняю, что незаконно здесь ничего нет, но как бы это обход системы, но опять же бан за это не должны дать. А почему не прошла покупка, я вообще без понятия. И я вообще удивлен, что он российскую карту смог привязать к аргентинскому региону. А как быть, сейчас есть же варианты, я ему отвечаю, что все, что касаемо денег, это решается через поддержку, я не помогу. Он пишет, блин, нахрена я Xbox купил, это же такое говно в России. И тут я вообще не понимаю, нысья, поскольку его никто не заставлял покупать Xbox, и никто не заставлял использовать вот такой вот обходной путь покупки по дешевке. Человек не пошел официально покупать игру, он начал обходить систему, чтобы купить что-то по дешевке. Ну и напоролся, потеряв свои драгоценные 58 рублей. Я ему пишу, Лол, кто тебя заставлял вообще покупать через Аргентину, купил бы официально, проблем бы не было. Кстати, в этот раз он что-то за слово Лол не прицепился. Он мне отвечает, что у него с Xbox нету проблем, как бы его бесит просто ситуация с подписками. Я ему, ну, пишу, какая, например, в любом случае в России можно купить ту или иную подписку, не выходя из дома через какие-нибудь онлайн-магазины. Он мне объясняет, что кроме видео или ДНС, я не могу нигде купить кеймпас или голд. С другой стороны, а что тебе там не устраивает купить? Ну, как бы, я понимаю, фулл прайс, там все дела, но, камон, как бы, не хочешь проблем, покупай официально. Везде скидки всякие и так далее, а у нас хрена лысо. На самом деле у нас тоже делают скидки, это просто нужно дождаться этого момента и поискать. В сторе хренчо купишь с нашей карты. Я вот не знаю, каким образом он привязал карту к Аргентине и не смог купить через российскую карту в нашем регионе. Это вот просто нонсенс. Я PlayStation 4 продал и купил этот кусок говна, на котором много во что поиграть, но не в России. Ну, видимо, каких-то игр может быть недоступно или что-то короче на Xbox в России нет. И, в принципе, на этом разговор закончился. Разбирая ситуацию, мы видим, что человек потерял свои деньги, 58 рублей, из-за того, что он хотел схитрить, не покупать официально, и ему еще кто-то остался виноватым. И в этой ситуации виноват оказываюсь я, поскольку мне нравится Xbox, я делаю про него контент. Напомню, что этому человеку 26 лет, и он потерял не какой-нибудь косарь, не 500 рублей, а 58 рублей. 58. И за эти 58 рублей этот человек мне якобы отомстил, написав, что я чмо. Поступок героя. Я прекрасно понимаю, что заработок у всех разный, кто-то не может себе позволить что-либо, да? Но у меня позиция такая, что если я не могу себе что-то позволить, не могу себе что-то купить, то я либо жду скидок, либо просто экономлю и коплю на ту штуку, которую я хочу купить. Если я вдруг не хочу каких-либо проблем, то я покупаю все официально. Если что, такая ситуация, она не единична, и таких вот неадекватов полно. И в связи с этим блогеры просто закрывают ЛС или просто всех их дорят, поскольку не хотят читать такой негатив, тратить на него время, а самое главное помогать пользователю, который может тебя послать нахер. И в этом случае нет бы сказать простое человеческое спасибо, да, и, ну, за то, что тебе уделили время, и просто уйти делать свои дела. Нет. Ты оказываешься еще виноватным, и, короче, жумбек, ты говно вообще. На самом деле я вообще прорал с этой ситуацией, поскольку человек потерял каких-то жалких 58 рублей и начал мне писать какую-то химию в 7 часов утра. И после этого ты уже задумаешься, а стоит ли вообще помогать первым встречным, ведь люди вот так вот к тебе относятся. При этом у этого продукта есть российская техподдержка, которая решит большой спектр проблем и за это получает деньги. Я же в этом случае помогаю таким людям, не получаю с них какой-то донат, подписку на канал, не получаю даже спасибо, а вот получаю вот такой вот негатив. Крутяк. Как по мне, это просто неадекватный пользователь, он не пошел, не купил официально, потерял каких-то 58 рублей, и ему еще кто-то остался виноват. К сожалению, таких людей дофига, и отличить их от нормальных пользователей практически невозможно, и поэтому многие контентмейкеры просто закрывают ТЛС, не отвечают всем, и на мой взгляд это обоснованно. Как вывод к данной ситуации, хочу сказать следующее, будьте добрее и цените чужой труд. На этом в принципе все, если понравилось видео, ставьте лайк, и если хотите больше таких видео, то пишите об этом в комментариях, и не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok